Еще пять лет назад среди обилия паст, стейков и пиццы в меню заведения общепита было трудно отыскать нечто аутентичное – рязанское. Неравнодушные представители ресторанного дела решили исправить положение. Ассоциация кулинаров Рязанской области соединила тех, кто готов был отыскать древние рецепты, адаптировать их под современность и представить гостям региона как исконно наше – рязанское. Дать ответ на вопрос, чтобы съесть вашего и через это уже транслировать эмоцию от отдыха в целом, чтобы люди, вернувшись к себе на родину, могли рассказать, что Рязань прекрасна не только видами природы, погодой и так далее, но еще и едой. А это то, что не увезешь на фотографию, это то, что не увезешь. Это то, что возбуждает желание взять, встать и поехать. Так общественность узнала о Калиннике, особенном пироге, родиной которого является Рязанская земля. Калинник, который оригинальный, привезен рецептурой из села Новгорода, Юнсово, Сашского района, все началось с ним. Мы постепенно адаптировали его под наш калинник, который уже более привычный, более современный. В той деревушке хранительница оригинальной рецептуры выпекала пирог в капустном листе, который выполнял функцию обертки пергамента и хранится в нем пирог дольше. Сейчас необходимости в таком листе нет, да и кое-что свое добавили в рецепт. Калине примешивают яблоки, смягчающие вкус ягоды. Вместо ржаной муки составляют смесь из пшеничной, ржаной и черемуховой. Но блюдо однозначно можно считать исконно рязанским, визитной карточкой нашей региональной кухни, как и разносолы. Вот, допустим, вот эти помидоры. Ну, это же видно, что это помидор, только что вчера сорванный из грядки, да, у него аромат потрясающий, да, либо перец. И вот помидоры прямого посола, ну, как сказали те, кто пробовал, это самое вкусное. Но они еще не пробовали грибов, картошки и нашего великолепного хлеба. Рецепты ферментации те же, что и 100, и 200 лет назад, и никаких изобретенных современными химиками добавок. А вкус нужно пробовать, чтобы навсегда остаться поклонником рязанского посола. Как сказали археологи, мы капусту квасьм уже с 9 века. Рецепт один и тот же. Соль, морковь и сама капуста. И время, и сроки созревания капусты. И вот сама технологическая цепочка не поменялась никак. Так что мы сохраняем наши традиционные рецепты. Пока рязанцам на славу удается воссоздать традиции и быть привлекательным регионом с точки зрения гастротуризма. Великолепные мастера современной русской кухни. И Рязань стоит того, чтобы приехать сюда на выходные, а может быть даже и больше дней. Я считаю, что с четверга по вторник здесь можно задержаться не только на экскурсионную культурную программу, но здесь очень много мест, где можно получить реально гастрономическое удовольствие. Вместе с рязанскими блюдами на фестивале можно было попробовать донские курники из Ростова-на-Дону, рыбку и морожковое варенье из Мурманска, бузы с сочной говядиной из Бурятии, а также знаменитую Белевскую пастилу и стулы. В демократичном формате повара из разных уголков страны рассказали о своей кухне, о новинках, о концепции изготовления настоящих шедевров.